Шутеры от первого лица по праву являются одним из самых популярных жанров в видеоиграх, но и те не так просты, как кажутся на первый взгляд. FPS делится на огромное количество поджанров. Тактические, соревновательные, динамичные, арена, геройские, лутер, кавер-бейст, мувмент-бейст, и в последнее время появился такой неофициальный поджанр, как бумер-шутер. Причём, не обязательно шутер. Бумер-играми называют игры со стилистическим и... или геймдизайнерским закосом под классику золотой эпохи. Иногда разработчики таких игр реально заморачиваются и буквально воссоздают их на оригинальных движках по типу самого первого E-Tech, но зачастую эффекты старины эмулируются и фейкаются. Индии-издательство New Blood Interactive как раз специализируется на подобных проектах. Думаю, вы слышали о них по олдскульному ДАСКу. Ну а сегодня мы поговорим про другую игру этого издательства, о которой вы тоже, скорее всего, слышали. Разработка финского девелопера Арси Паталы, более известного как Хакита, и его команды. Дамы и господа... Ультра килл это... Эм, ладно, я серьёзно должен говорить про то, что это такое? Ну, типа, 98% положительных отзывов в Стиме, самый успешный проект издательства New Blood Interactive, гайды спидраны мемы секс-апдейт и один негативный обзор от Under the Mayo. Пока я готовил этот материал, уже успел столько контента выйти, причём не только по ультра киллу, но и в нём самом. Ну то есть все свои регалии, что ультра килл это лучший шутер всех времён народов, он получил даже не выйдя из раннего доступа. И он мог бы и дальше продолжать там находиться, потому что контента, который сейчас есть в игре, хватает аж на 69 часов. А даже и больше, у меня всё ещё есть один незакрытый гештальт. Ну тогда может стоит попробовать разобрать ультра килл? Да, пожалуй можно. Давайте попробуем разобраться, почему ультра килл работает, как он это делает и почему ты всё ещё в него не играешь. Начнём давайте с элементов, которые выделяют ультра килл на фоне прочих бумер или мувмент шутеров. Пока условные Dask или Emmet Evil стараются копировать визуальный стиль реальных игр, ультра килл создаёт что-то своё, причём используя визуальный стиль как референс, причём даже не на игру, а на эпоху, а конкретно на эпоху игр с PlayStation 1. Завидев эту картинку вы не скажете, что ой ультра килл похож на первый Doom или на Duke Nukem 3D, нет, вы скажете, что ультра килл похож на игры с PlayStation 1. Обобщённо. Самый ближайший из реальных старых шутеров, на которые похож ультра килл, это первый Quake. Но лишь частично, потому что даже если детали окружения или противники будут напоминать вам о первом Quake, элементы интерфейса здесь свои, отображение оружия на экране здесь своё, хотя можно включить и отображение по центру. Общий вид всего здесь только напоминает о старых играх, при этом ничего у них не копирует. Да и в принципе визуал это единственное, где ультра килл является прям олдовым шутером, потому что дальше он идёт по своему пути. А именно пытается совместить жанры шутера и слэшера. С шутером здесь, в принципе, всё понятно. К пор геймплей ультра килла это Doom Eternal, но на спидах. Да, я в курсе, что Хакита вроде как предпочитает сравнивать свою игру с Quake, иначе бы он не регистрировал домен devilmakequake.com. Но вспомните любой хороший геймплей Doom Eternal, или хороший туториал по нему, который учит вас правильно свапать оружие, и осознайте, что добрая половина геймплея ультра килла это свапание оружия. На спидах здешний Doom Eternal из-за продвинутого мувмента. И тут уже можно переходить на то, почему ультра килл это слэшер. Потому что я так сказал. На самом деле, если мы берём за слэшеры игры от третьего лица с углубленной, основанной на оружии боёвкой, то здесь мы просто меняем одну переменную и делаем их играми от первого лица с углубленной, основанной на оружии боёвкой. И в ультра килле, наверное, самые углублённые механики обращения с оружиями, которые можно увидеть в шутерах. Типа, здесь одних рикошетов около восьми разновидностей, каждый из которых считается в таблице стиля. Ах да, таблица стиля. Ультра килл, аки какой-нибудь Devil May Cry подсчитывает все ваши действия в таблице стиля и выставляет вам рейтинг. И рейтинг стиля зависит от того, насколько часто вы меняете оружие, насколько быстро вы двигаетесь, и насколько изощрённо при этом вы стараетесь убивать противников. В этом всём вам помогает мобильность V1, которая умеет... Да, проще сказать, что он не умеет, а именно бегать по стенам и летать. Но и то это с ноуклипом возможно. Продвинутая мобильность позволяет ему бесконечно подкатываться, три раза дешиться, три раза отскакивать от стен, притягиваться к противникам или притягивать лёгких противников к себе при помощи крюка-кошки. Ну, а незадокументированные особенности позволяют делать вот такое. Да, это баг, и да, хаки-то его не исправляет, и вряд ли когда-нибудь будет это делать, потому что как минимум один секретик на этой херне основан. Далее стоит поговорить об арсенале, который с первого взгляда может показаться вообще ни о чём нам. Ну, типа, револьвер, дробовик, нейлган, рейлган и ракетница, всё. Ну, а тут мы включаем переменную взаимодействия с их альтернативными атаками. А также включаем их альтернативные версии. А также включаем их секретные альтернативные версии. А также не забываем про руки. А также не забываем про иконическое оружие этой игры. Если вы возьмёте человека, который слышал про ультракил, но сам в него ни разу не играл, и спросите у него что-нибудь про механики этой игры, первое же, что он вспомнит, будут рикошеты от выстрелов по монеткам. И этого уже достаточно для ультракила, чтобы он назывался великой игрой. Так мало того, можно в монетки не просто стрелять из этого же револьвера, можно стрелять из другого револьвера, заряженного. Можно стрелять из рельсы. Можно связывать эти монетки в цепь, тем самым наращивая их урон. Можно пинать монетки, тем самым тоже заряжая их и наращивая им урон. Можно подкинуть монетку под вражеский снаряд, чтобы он отрикошетил в него же. В каких играх так вообще можно делать? Нет, давайте так. В каких играх вы можете выстрелить из дробовика, ударить кулаком по летящей дроби, чтобы она ускорилась и превратилась в взрывной снаряд? Да, это абсолютно реальная механика, объясняющаяся тем, что в ультракиле можно парировать всё. Ну, почти всё. В такой игре не обойтись от непарируемых атак, от которых необходимо уворачиваться. Но всё-таки можно парировать практически всё. Парировать собственную дробь? Пожалуйста. Парировать брошенную монетку? Легко. Парировать огромный летящий в тебя на скорости света кулак? Вообще без бэ. Даже можно парировать укус, не заморачивайтесь. Но самое главное в игре с подобным темпом, где в том числе и происходит буллет хелл, надо бы правильно расставить на уровне аптечки, наверное. И ультракилл с этим справляется просто замечательно, потому что аптечек в игре нет. А точнее, аптечки это ваши противники, потому что кровь это топливо. Вообще в этом плане игра сама тебя немножечко обманывает, ибо в туториале она говорит, что поглощать кровь это единственный способ восстановить здоровье. Хотя на самом деле есть арбы секретные, и среди них есть красные, а красные арбы это буквально мега-исквейка. Ну, тут я так немножечко задушнил, да? Но основной способ восстановления здоровья здесь просто идеален, потому что всё, что тебе нужно делать, это просто играть в игру. Эта игра будет настоящим адом. Хе, поняли, да? Потому что действие происходит в аду. Эта игра будет настоящим адом для типичных коллавдьютеров, которые любят там кемперить, сидеть в углу. Э, здесь никаких укрытий, никаких углов, ничего этого нет. Если ты хочешь восстановить себе здоровье, то тебе нужно находиться к противнику вплотную. Ну, а если ты ещё не хочешь лишний урон от него словить, то тебе нужно двигаться. И кроме того, что движение — это жизнь, оно также является множителем для твоих очков стиля. Ну, а теперь давайте подытожим. У нас есть богатая система передвижения. В какой-то степени даже неограниченная. Данная система передвижения позволяет нам избегать большую часть урона, а также подходить к противникам вплотную, чтобы похилиться за их счёт. У нас есть арсенал с кучей вариантов того, как его можно использовать, как эти оружия можно комбинировать между собой, и как их можно комбинировать с тем, как мы двигаемся. У этого оружия бесконечный боезапас, кроме альтернативных атак, которые просто уходят на кулдаун и со временем восстанавливаются, что мотивирует нас экспериментировать, без страха потерять это оружие. И все эти системы в совокупности создают вот подобный геймплей. Ну или типа того. Но бояться ничего не нужно, ибо всё вы будете познавать постепенно. И в этом тоже заключается один из главных плюсов ультракилла. Здесь грамотно выстроена прогрессия, и точно так же выстроены и обучение механикам. Игра объясняет тебе только самую базу. Вот так вот ты можешь двигаться, вот так вот ты можешь менять оружие, вот так вот ты можешь лечиться, и вот у тебя ещё руки есть. А дальше всё зависит от твоего воображения. И будь уверен, большая часть твоих мыслей о том, как можно взаимодействовать со здешним оружием, они могут воплотиться. А что будет, если подкинув монетку, я выстрелю в неё рельсой? А может ли пуля от монетки отрикошетить в мою гранату? Ну а здесь есть пауэрап на вторую дополнительную руку с оружием. А можно мне таких три? А четыре? Действительно можно. А если я возьму красный револьвер в четыре руки и начну его раскручивать, буду ли я летать как вертолёт? Эээ... Да! Да, буду. Да, походу Хакита теперь официально лучший разработчик во вселенной. Самое интересное то, что параллельно открытию этих механик и получению нового оружия игра будет также пропорционально усложняться. А ты понял, что нужно поглощать кровь противников, чтобы лечиться? А вот тебе песчаные противники, которые не испускают кровь. А вот тебе сталкеры, которые взрываются и покрывают противников песком, чтобы ты не мог от них хилиться. Ты можешь парировать любые атаки, которые светятся жёлтым. А вот тебе синие атаки, которые ты парировать не можешь. Что, проходишь минуса прайма с закрытыми глазами на П ранг одной ногой? Ну а на втором прайме ты сначала дойди до босса. Желаю тебе, блять, удачи. А, да, прайм уровни. Позвольте вам напомнить, даже если я этого не говорил, но в конце каждого уровня тебе выставляется оценка прохождения. И самое высшее из них это оценка П, то есть перфект. Для её получения необходимо уложиться во время, убить всех противников на локации и при этом сделать это стильно, но и ни разу не умерев. И вот так вот, пройдя весь первый акт на П ранг, откроется первый прайм уровень, на котором будет минус прайм. Сражение с минусом праймом я гарантирую выебит вас, особенно если вы захотите закрыть его на П ранг впоследствии. Попробуйте посражаться с ним на сложности Вайланс, вы охуеете, а это ещё не самая максимальная сложность. Ну, то есть на данный момент она максимальная, но нам же потом ещё две добавят. Блять, я охуею перепроходить эту игру на сложности ультра киллмазда и когда она выйдет, а я, я, я ж, блять, буду это делать. А так у вас четыре сложности на выбор, но прочувствовать весь хардкор можно только на Вайланс. Кроме того, чтобы попытаться передрочить все уровни на П ранг, перепроходить ультра килл также круто, чтобы посмотреть, насколько лучше ты стал как игрок, а также попытаться найти все секретики на уровнях. Есть обычные синие арбы, которые тебе просто дадут очки на покупку оружия или скинов к нему. Есть секретное оружие, секретные комнаты, секретные боссы, пасхалочки и полноценные секретные уровни, которые... Но это отдельное произведение искусства. Есть пародия на Крэша Бандикута, на The Witness. Полноценный уровень с рыбалкой, со своим сюжетом, который заставил ломать головы людей в поисках этой сраной рыбы второго размера, что как бы вроде бы прикол, и её невозможно выловить, но потом Хакита пишет в патче, что исправлен баг, из-за которого рыба второго размера не могла быть поймана, и ты такой, блять, что... Уровень с визуальной новеллы, которая ведёт тебя в экзостенциальный кризис не только от его содержания, а также от факта того, что Мираж это не канон, но при этом с ней продаётся Докимакура, причём официальная Докимакура в магазине New Blood. Там же есть Докимакура и обычного V1, и Гэбриэля. А ещё вот буквально под Новый Год, пусть и при помощи модификации, но, скажем так, официально опрувнутой, появилась поддержка виброштук. Ну, батплагов в смысле, ну, то есть, которые, типа, ну, вибрируют у тебя вот там, и пока ты играешь, они реально это сделали, я, блять, не шучу. Это же, ну, ну, литерали секс-апдейт. Эйнал секс-апдейт. Из чего я могу констатировать, ультракилл гениален, потому что это щитпост. Даже нет. Это божественный рофл. Ну, потому что сюжет игры основан на божественной комедии, как бы. Это божественный рофл. Божественный лмао. Божественный кек. Вам нужны ещё причины, чтобы наконец-то поиграть в ультракилл. Он стоит 465 рублей. 465 рублей за игру в раннем доступе, которая 100% из него выйдет. Примерно в 2024 году, в начале. Может чуть позже, может чуть раньше. Я не знаю, с какой скоростью Хакита разрабатывает третий акт. И даже в этой незаконченной версии вы получите огромное количество веселья, кайфа, любого другого хвалебного эпитета. Если вам не хватит обычной игры, есть кибергрин, где вы можете сражаться бесконечно. Если вы скилловый, есть прайм-уровни. Идите в прайм-уровни. Короче, хватит уже смотреть видео на ютюбе. Идите, покупайте ультракилл, устанавливайте его и кайфуйте. У меня всё. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»